Продолжение следует... 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 Значит, что такое с вами мышление? Это вопрос, кажется, такой очевидная вещь. Все же думаем. Вы же думаете все, да? А что это такое? Процесс. Нормально. Это, знаете, одним словом поменяли другое, ничего уже яснее не стало, да? В этой Википедии пишут, если я понять, не изменяюсь, что мышление – это познавательная деятельность человека. Опознавательная деятельность человека – это мышление. Ну, по-моему, очень все логично. И никто не знает, что такое мышление. И вот, соответственно, задача моя – последовательно показать в этой второй части, как в нас зарождается мышление. Понять его не в когда вы его уже имеете в таком готовом виде, и сами являетесь продуктом собственного мышления. Потому что вы это кто? Вы то, что вы о себе думаете. Значит, вы продукт своего мышления. Как продукт? Мышление поймут, как его сделали. Непонятно? Поэтому последовательно в книге «Что такое мышление» я рассказываю о том, каким образом мы с самого детского возраста начинаем постепенно пытаться схватывать те психические процессы, которые в нас происходят. Потому что животные, они живут в нерефлексивном мире. Ну, то есть вот с ними что-то происходит, они вынуждены на это реагировать, они формируют условные рефлексы, они как бы с этой средой налаживают контакт. А мы с вами начинаем что-то кумекать свое собственное. Даже по ребенку иногда смотришь, он такой сильный, и видно, что он начал кумекать. У меня Соня, я помню, она была совсем, она только начала вставать, и там кроватка такая, она брала вот так кроватку, и вот так стояла. Что-то там варилось у нее в голове в этот момент. На Ленина она была похожа. Значит, вот, поэтому мы начинаем что-то кумекать и пытаться схватывать собственные какие-то процессы. Мы делаем это с помощью слов. Мы номинируем свои собственные, номинируем это, называем, свои собственные какие-то состояния. Но мы не сами это делаем, нам все время подсказывают. Мы там что-нибудь ударились, заорали, а нам что говорят? Больно, да, больно. И я, у меня фиксируется вместе связь. Ощущение и больно. Потом говорят, хочешь пописать? Вы не хотите. Вы не знаете, что вы хотите, но вы тут писаете, и говорят, что же ты писаешь? Я тебя только что спрашивала. Да спрашивала-то, конечно, о чем? И так постепенно я начинаю соединять каждое слово, своим каждым действием, ощущениями и так далее. И дальше выясняется, что в эти слова взрослые еще и играют. То есть вот они этими словами строят какие-то конструкции. Ты, значит, сын мой, поэтому должен слушаться. Это что они имели в виду, непонятно. Но мы начинаем в эту игру верить. Мы начинаем в эту игру верить и начинаем переживать, потому что оказывается, что эти игры врут. Потому что мама – это кто? Да, человек, который вас любит. А потом он дает вам по заднице. И это парадокс. Понимаете? Потому что где же так может быть, что если любят, то дают по заднице. А хочешь конфету, они дают. Русский поговорок об ее, значит, любят, по-моему, об этом говорят. Это еще до этого надо дойти. И в детском возрасте, соответственно, мы с вами оказываемся в ситуации, когда мы начинаем играть в эти игры и пытаться распознать их суть. Что же на самом деле стоит за этими словами? И долго мы не можем этого сделать. И иногда, знаете, маленький ребенок, ему 10 лет, он какую-то вам тираду выдаст, такую философскую, думаешь, боже, откуда, где таких детей делают? А он ничего не понимает. Он просто красивую игру языковую запомнил и, значит, вам торжественно транслирует. Все кругом хлопают в восторге. Ну как такое дитё? Но у него ничего не стоит, потому что пока процесс мышления протекает у него на уровне, который он не способен толком осмыслить. Он играет в языковые игры, а внутри своей головы что-то там переживает. О чём переживает ребёнок в 7, 8, 9 лет? Вы не помните. Прозвучала версия покушать. Да. Вы не помните, потому что у вас только ложные воспоминания. Вы можете вспомнить себя от того возраста только из себя нынешних. И поэтому вы приписываете себе 7-летним, 8-летним, 9-летним какую-то невероятную интеллектуальную деятельность. А это ерунда. И мы не можем себя, к сожалению, ну не к счастью, может, не можем вспомнить, какими мы были. Но ребёнок в этом возрасте всё время думает про ту социальную стаю, в которой он оказался. Он живёт в этом, там вот, значит, во дворе, в классе, значит, это тут, значит, девочки надели бант, это пришла там с бантом, здесь без банта, там у мальчика какая-то машинка появилась, у меня нет этой машинки, какие-то дикие драмата, что как договориться с товарищем, чтобы получить машинку и так далее. Там куча, большой объём работы. Всё его мышление происходит в попытках понять, как всё это вот организовано у него в его социальной жизни с родителями. Надо же врать им всё время. Кто сделал? Не я. Да? Почему по сути? Это она виновата, всё. Да? Всё же надо всё время как-то думать, как из этого всего выползать всегда, из социальных ситуаций всяких разных. И так мы формируем очень пытливый ум. Как надуть-то всех? Учительницу надуть, чтобы не вызвали к доске. Помните, как вы сидели там за партой и так началась фамилия, а к доске выйдет вы сидите там, думаете, кто сейчас там с жертвой падёт этого всего катастрофы. Потому что если выйдете, позор тоже, она вас смотрит, ааа, вы сейчас что-то скажете, там захихикают. Это всё социальное мышление. Вот. А слова пока параллельно. Параллельно идут слова, и мы в них играем просто со страшной силой. И дальше случается радикальный переворот. И радикальный переворот случается в нашем с вами пубертате. Случается, когда у нас, так сказать, возникают вторичные половые признаки, говоря по-научному. То есть мы из детей превращаемся в подростков. И это возраст, когда у нас там сносят крышу слегка, да? В курсе? Да? Там слегка, она её... Вот, да. Сейчас вообще сносит как-то сразу. Как сносит... Раньше как начиналось сносить, и там сразу люди прибегали, и её молотком на дым-дым-дым, а сейчас так прибегают, а молоток всё мимо и мимо, мимо и мимо. А-ха, и всё, привет. Да. Но это про другую книжку я должен рассказывать тогда. Вот. Да, и возвращаясь к мышлению. И мы в этом с вами возрасте, в подростковом, вдруг понимаем, что у нас есть с вами собственные какие-то желания, наши собственные. До этого у нас как-то были, но мы их как-то... А тут они вдруг приобретают какое-то большое для нас личное значение. И выясняется, что все эти игры, которые языковые, мы пытались распознать, на самом деле какое-то вообще всё по-другому. Например, значит, вы переживаете первую влюблённость. Да? Вы такие там... Романтическое чувство, вот это как-то... Платочек в руках теребятам, вот это всё, да? Да. А он смотрит на вас и говорит, неинтересно? И вы в этот момент думаете, Господи, что творится в этом мире? Что такое? Я чувствую такое мощное переживание. Все же чувствуют, что они подарок. Да? Что может быть лучше моей любви? Иронично я замечаю, но так не чувствуется. Чувствуется, что самое драгоценное, что у вас есть. И вы, значит, свинопаса. Помните сказку? Там он шёл, розу подарил, птицу подарил, что-то подарил. А она всё всегда я не хочу, я не хочу, не хочу. Всё, катастрофа. Понимаете? Потом пошёл наказывать. Да. В свинопасы. Вот. Значит, короче говоря, мы переживаем это странное состояние, когда у нас спаиваются эти языковые игры с тем, что у нас на самом деле происходит внутри. Если раньше мы могли вести себя как зверушки, то теперь нам нужно, почему все начинают в этом в любовности писать стихи? Что-то в 6 лет не пишут, в 7 не пишут, в 8 не пишут, в 12-15 что-то всё начали в дневники вести, записывать там свои страдания, переживания, да? У нас происходит спаивание этого нашего внутреннего состояния этих переживаний с языком. И вот здесь мышление наконец становится хоть как-то нами управляемым. Мы хоть как-то начинаем им пользоваться. дальше этот процесс будет тоже долгий. Я это там рассказываю постепенно. И в конечном итоге вы выйдете в состояние, при котором ваше мышление будет думать в вас, а вы будете жить на автоматизмах. вы просто будете слушать собственные голоса. У вас в головах люди разговаривают, да? И вы там с ними, они с вами, там и так далее. И главное, чтобы это не запись была. Что запишут, лучше не слушать, потому что вы там с ними сговорились. Вот. И короче говоря, значит, вот это и есть наше мышление. Теперь, после того, как вы разобрались, что такое наше мышление и поняли, какая это штука, дальше нужно понять, кто к чему мы это мышление применяем. И это реальность. И соответствующая глава в книжке называется «Что такое реальность?» Как вы думаете, что такое реальность? Ну вот с мышлением что это за ерунда, вроде как вы поняли. А вот реальность, которую мы пытаемся мыслить, это что такое? Иллюзия. Делаем вставки, господа. То, что мы видим, делаем вставки. Ответ такой. Значит, мы не знаем толком, что такое мышление, а что такое реальность вообще тайна за семью печатями. Почему? Потому что все, что вы воспринимаете в реальности, является работой вашего мозга. Вот абсолютно все. Вот можно ваш мозг взять, вынуть из черепной коробки, положить в специальную баночку, чтобы он там питался, и начать его электродиками тыкать. И он вам будет рассказывать все про мир, про все, но какой он увидит, если в него тыкать этими электродиками. То есть, условно говоря, все, что вы воспринимаете, все, что вы видите, является исключительно продуктом тех нервных клеток, которые сидят у вас в коре головного мозга. У других животных другой взгляд на все происходящее. Вот. У другой видов жизни другой взгляд на все происходящее. Потому что у них другие системы, которые позволяют им моделировать действительность. То, что у нас эволюция создавала таким образом, чтобы мы могли создать со своей стороны модели мира, в котором мы живем, которые позволят нам добиться тех результатов, которые нам нужны эволюционно. Выжить, продолжить род, накормиться, спастись от опасности и так далее. И мы постоянно занимаемся моделированием реальности. И мы думаем, что реальность такая и есть. И то, что это не так, стало понятно, я вам даже сказать, не так давно-то. Лет сто назад, но там уже с гаком, некоторые люди стали, так сказать, задаваться вопросами. И стало выясняться, что когда мы пытаемся зайти в те зоны, для которых наш мозг эволюционно не был предназначен, мы сталкиваемся с бесконечными парадоксами. Ну, в физике простые примеры, просто на слуху. Оказывается, в физическом мире материя проявляет свойства одновременно и квантовые, и волновые. Мы не можем себе представить, как. А она так живет. Почему мы не можем представить? Потому что никто совершенно не собирался нас готовить к миру, чтобы мы атомную бомбу делали. Вот там кокос сорвать, это пожалуйста, значит, от кого-то хищника убежать, пожалуйста, а атомную бомбу эволюция как-то не додумалась. Полуживые, полумертвые коты Шрёдингеры. Это кажется каким-то странным парадоксом, но таков на самом деле этот мир, который мы не можем смоделировать и представить. Наш аппарат интеллектуальный не был к этому приспособлен. А был ли приспособлен ваш интеллектуальный аппарат для того, чтобы вы поняли, что у вас в мозгу происходит? Поэтому я вам должен сказать, когда вы начинаете изучать мозг, вы сталкиваетесь с огромным количеством парадоксов. Но эти парадоксы, потому что мы просто не были адаптированы эволюцией к моделированию этой реальности. И дальше вся реальность, по сути дела, является чем-то стоящим по ту сторону от наших моделей. И вот, собственно говоря, самая главная задача мышления так смоделировать эту реальность, а мы сейчас знаем о ней все больше и больше, мы знаем сейчас о ней удивительные вещи, и нужно так ее смоделировать для того, чтобы мы могли достигать тех результатов, которые перед нами стоят. Но для этого нам нужно делать очень эффективные языковые модели. Собственно говоря, вот создание этих моделей, концептуальных моделей, позволяющих схватывать реальность, которая не дана нам вот так вот непосредственно, а все время скрывается за нашими, как бы сказать, представлениями о ней, это и есть задача мышления такого продвинутого, а не автоматического, на который мы, к сожалению, с вами обречены, потому что никто, опять же, не делал нас для того, чтобы мы создавали какие-то грандиозные вещи, и то, что у нас вдруг возникла потребность в сложности, в красивых интеллектуальных продуктах, нам хочется жить умной жизнью, это наша с вами блажь. Понимаете? Эволюции совершенно не предусмотрены, и поэтому мы сами вынуждены создавать инструменты, которые позволят нашему мозгу эту блажь воплотить в жизнь. Ну вот предмет этой блажи, вот этот странный толстый том. Вот. Ну я рассказал, что хотел, а теперь могу на вопросы отвечать. Да, я думаю, что спасибо большое мы скажем Андрею Владимировичу. Мы переходим к вопросам. Сегодня колоссальное количество гостей здесь, в зале. Это правда. И сразу скажу, что постараемся дать возможность всем задать вопросы, но не до всех дойдет микрофон. Плюс ко всему, плюс ко всему, вы можете задать их внутри себя. Сами себе. И сами себе ответить. Андрей Владимирович рассказал по этому поводу. Да, но еще у нас есть такой момент. Дело в том, что у нас идет трансляция в Инстаграм и ВКонтакт. И соответственно еще в конце нашей встречи сегодняшний по одному вопросу и оттуда, и оттуда мы обязательно зададим. Пожалуйста, если у вас есть вопрос, поднимайте руку. И я вижу, первая рука, вот она прям требует, чтобы ей передали микрофон. А его дали микрофон, а звук выключили. Это тот самый случай, когда нужно самому себе вопрос задавать. Там проверьте кнопочку, пожалуйста. Раз. О, слышно? Мой вопрос следующий. Я хотел узнать. Вот вы говорите, что у нас мозг очень ограничен, и мы не можем воспринимать там различные виды излучения, радиоактивные волны. И мы создаем различные механизмы для того, чтобы отслеживать эти явления и познавать глубже реальный мир. А может ли наша потребность повлияет на эволюцию так, чтобы мы начали воспринимать все эти излучения и смогли более точно проецировать модели реальность в нашем мозгу? Будет ли наш мозг так изменяться? И сколько времени это займет, если вы считаете, что так будет происходить? Спасибо за ответ. Значит, это очень хороший вопрос, как будто бы подсадная утка, потому что я сейчас пишу книгу, которая будет называться «Четвертая мировая война». В ней я рассказываю про то, что с нами будет происходить в самом ближайшем будущем в связи с теми технологическими изменениями, которые происходят. И я вам должен сказать, что способность воспринимать всякие разные реальности, на которые наш мозг не был рассчитан, у нас будет формироваться за счет соединения мозга с соответствующими датчиками. Понимаете, наш мозг так устроен, что он будет обсчитывать любую информацию, которая к нему придет. Главное, ее до него довести. Соответственно, если мы можем к вашему мозгу подсоединить какой-нибудь микроскоп невероятный, который непосредственно вам там будет в голове, вы сможете как бы присутствовать внутри условно тканей, которые вы этим микроскопом видите. И вам будет казаться это все абсолютно настоящим. Представляете, какое дело? И есть вот это направление объединения человеческого мозга с разными дополнительными, условно он их называет датчиками, которые позволят воспринимать мозгом совсем другие реальности. Проблема состоит в том, как мозг будет складывать из этого историю. Потому что все, что мы с вами имеем, мы имеем дело с историями. Даже вот когда мы смотрим на лицо, мы имеем дело с историей. Что такое лицо? Лицо – это глаза, нос, рот, брови. Чувствуете, я рассказываю вам историю. Мы все должны сложить в историю. И у нас есть такая что вы здесь делаете? Вы пришли на презентацию книжки мышления системного исследования Андрея Курпантова и слушаете, что он несет. История. Понимаете? У нас вот есть так. А можно сложить историю, например, из действия квантового мира? Не получится ли, что мы складываем ту же самую историю, которую мы складываем из другого? Поэтому доступность других реальностей возможно. Но вот научиться думать о них так, чтобы мы действительно могли их понять, это большой вопрос. Значит, это одно. Второе – это тоже, что нужно понимать, что сейчас планируется сделать. Планируется взять облако, но электрическое, цифровое. И там будет много данных, а у вас будет чип в голове, и вы сможете сразу… Представляете, вот вы приходите обычно к врачу, да? И он что помнит о том, как бы, ту болезнь может вас обнаружить. Если он какое-то не знает, знаете, вы же любите, вы еще в интернете посмотрите сначала, правильно? придете так, а вот тут еще вот такое. А он такой, ну, вопросы, да? Значит, сейчас предполагается, что мы еще нас объединят с облаком. То есть, сидит доктор, у него в голове чип, и этот чип такой, ему говорят там, то-то, то-то, то-то. И он так раз связывается с облаком, цировым, и вся информация, которая там есть, у него сразу загружается ему в голову. Говорят, сразу все станут дико умными. А я спрашиваю, а кто будет это дело потом собирать в историю? И как он это сделает, имея сразу столько информации? Поэтому есть естественное ограничение, связанное с мышлением как таковым. Да, в мозг можно теоретически соединить с большими базами данных. Да, мозгу можно дать много дополнительной информации, не специфичной, для наших рецепторов. Но справляться с этой информацией должен будет тот нейрофизиологический аппарат, который мыслительно у нас создан. И вот у меня большие сомнения, что мы сможем это сделать. Что это за аппарат, я расскажу в книге «Чертоги разума», там про дефолт систему мозга, там про это, да, вот. И вот справится ли она с этим? Непонятно. Вот. Все, что мы сейчас знаем, это то, что это вот активно у нас изучают в Академии Бессмыслы на второй ступени, антропоморфность мышления. Потому что всякую историю про квантовый мир, про эволюционный мир, про какой угодно, мы складываем, как будто это история или о человеке, или о стае людей. Ну, представьте себе, отношения, значит, этих, как его, ядра электронов, протонов, там и так далее, буквально у них семейные узы. Эти вокруг этих крутятся, те это испускают, оно его отталкивает, все ядро распалось, вы не чувствуете, про развод, про все, про крики, вопли и так далее. Мы все время воспроизводим интеллектуальные модели нашей социальной жизни. Или там про эволюцию вы, например, рассказываете, у эволюции значит, есть такая идея, что должен выживать сильнейший. Как у нее может быть идея? Каким местом эволюция имеет идею? Ну, просто. Нету никакой эволюции, есть некие процессы, которые нам надо обозвать женским именем. Эволюция. Представить себе такую старушку с клюкой, у которой есть, понимаете, плохой характер, и поэтому она, значит, слабейших выгоняет. Но нет, но мы так себе представляем, потому что иначе мы не можем собрать. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, мозгу можно дать кучу всякой разной информации. Его можно сделать значительно более, как бы сказать, он все переработает. Он как, если вам в слуховую кору направить раздражитель от звука, вы услышите, вы увидите цвет музыки. Понимаете? Можно? Он все посчитает. Главное, приведите на окончание инфу. Он разберется, что с ней сделать. Проблема в том, что сможет ли он сделать что-то оригинальное. Научим ли мы его искусственно создавать какие-то оригинальные модели, которые позволят нам как сделали бор с Гейзенбергом. Если мы говорим про принцип неопределенности и дополнительности. Они сделали действительно фентушами. Гейзенберг со своей матричной механикой. Наплевать, что никак непонятно. Я сейчас просто все в цифирях вот так вот изложу и буду тыкать пальцем. Вот как тыкну, а оно вокруг этого сорганизуем. Тыкнем здесь, здесь сорганизуем. Поэтому вы или знаете с какой скоростью, или вы знаете какая энергия. А альтернативы нет. Но тыкнуть можете. Все. Поэтому и вот это создание этих моделей, которые позволяют справляться с реальностями, которые не могут быть описаны антропоморфно и есть наш интеллектуальный вызов, а не просто доступ большего количества информации. Спасибо большое. Вот даме передайте микрофончик, пожалуйста. На самом деле я понял, что мы сегодня фактически творим историю. Ну, вы задали вопрос, что мы сегодня делаем. Мы творим историю. Так, давайте следующий шаг в нашей истории. С вашей точки зрения, может ли человек нести ответственность уголовную, в том числе, за свои поступки? Значит, очень хороший вопрос, касающийся вопроса свободы воли. Значит, все, кто читают книжки из серии Академии смысла, знают, что у нас нету не только свободы, но и воли как таковой. Вот. В связи с этим возникает резонный вопрос, каким же образом нам, значит, оценивать действия человека, если он является, его действия ему не подконтрольны. Но вот он сам не может именно прямую управлять. Он их может потом объяснять, как-то рационализировать там и так далее, но решение мозг принимает до сознания. Сейчас уже мы показываем, что за 8 секунд до того, как вы примете решение, уже можно предсказать, какое решение это будет, потому что ваш мозг уже сформировал соответствующую доминанту. Значит, но ваш вопрос носит юридическую плоскость. И я про что в этом случае сразу предлагаю подумать. Я предлагаю, если вот, например, человек что-то натворил, безобразие какое-то, проявить гуманистическое к нему отношение, к его личности, и личность отпустить с миром. Простить, понять, а мозг посадить в тюрьму. Вот, собственно, с этого момента можно всю, как бы, любую, так сказать, свободу воли организовать. Мне кажется, это очень хороший способ борьбы с криминалом. Да, передайте, пожалуйста, микрофончик туда. Вот джентльменом. Андрей Владимирович, на мой взгляд, я как врач. А мышление как-то так механистически сказали, как и не, потому что мышление, оно связано как с объемом памяти, а память разная, потому что мозг устроен так, что не у всех она одинаков, в центре памяти, что такое мозг? Определенно, группа клеток отвечает за память, за рисунки, за художество, зрение, то есть в объеме памяти, первое, вы об этом ничего не сказали, второе, об информационной составляющей. Но, допустим, если считать, что мышление как системный процесс, то начинается, системный процесс имеет начало, средину и конец. Системный процесс у человека зарождается после его рождения. Внутри утру человек не мыслит. То есть, это формируется органы, и после этого все зависит от объема информации, которую он получает. Человек, живущий в глухой деревне или в пустыне, у него объем информации ограниченный, человек, живущий в Питере, там другой объем информации, но здесь другая сторона. Если объем памяти, то есть в центре памяти может быть, ну, я условно говорю, ну, тысячу клеток, его хоть стреляя, хоть убивая, у него не будет хорошей памяти у другого человека, у гениального, объем памяти в центре, в центре, в группе клеток мозга, другой объем памяти. Поэтому, если считать, что это системный процесс, то он имеет многофункциональный, он зависит мышление и от уровня зрения, обоняния, вкуса, внешней среды, я другого. Поэтому, чисто так складывать, что мышление, это, как вы трактуете, я думаю, не совсем верно. А вопрос ваш, в чем заключается? Вопрос на, что надо о мышлении говорить значительно глубже, понимая физиологию мышления, и вы оторвали мышление от объема памяти, она у всех разная. спасибо большое. Я все услышал. Дело в том, что, для того, чтобы судить, что я оторвал, я предлагаю книжку сначала прочитать. Понятно, что моя публичная лекция 30-минутная и 800 страниц текста немножко разные вещи. Но я здесь вам парирую. Прежде всего, то, что касается мышления, это, конечно, универсальный процесс, который идет на всех уровнях организации. И если мы концептуально подходим к пониманию мышления, то это сборка более сложных интеллектуальных объектов из менее сложных. Вообще, вся наша кора устроена вот таким матрешечным способом. У нас там есть так называемые нервные клетки как таковые, они не функционируют, они функционируют в рамках критикальных колонок. Эти критикальные колонки это организации от 60-80, это микрокритикальные колонки, которые производят какой-то один элемент. Когда у нас дальше есть колонки, в которых и тысячи, и десятки тысяч элементов, и вся наша кора представляет собой вот такую как бы библиотеку, состоящую из нервных клеток организованных в группы, каждая из которых выполняет какую-то очень простую функцию. А вот все, что мы имеем в целом, есть результат интегративной деятельности мозга, который схватывает элементы из этих колонок, набирает их и производит процесс. Как любой восприятие, когда то, что запах, который воспринимаете, это запах, это то, что сделал ваш мозг. Такого запаха нет. Видели, как собаки гадости жрут? Да? Потому что они по-другому это дело собирают. У них по-другому эти клетки делают. Вот. Поэтому, значит, первое, что нужно сказать, это то, что мышление по большому счету происходит на всех уровнях. и я рассказал только о том мышлении, которое связано со словами. И я это изначально оговорил. Ну вот. Значит, это вот мышление и речь Лев Семенович Выгодский нам это, как бы сказать, выдал, и мы дальше торжественно идем, но добавляем к этому миру физиологию и понимаем, во-первых, как он был прав, а во-вторых, что еще он мне досказал, что нам надо понять. Это первое. Второе. Я с большим уважением отношусь ко всей классической, так сказать, научной традиции, но сейчас мы переживаем революцию в этой области, и прежний способ деления и психики на такие состояния, как внимание, память, там, отдельная речь и так далее, это, как оказалось, нету таких вещей. Вот. У нас с вами нету, например, памяти в том виде, в котором мы ее раньше воспринимали. Значит, у нас в мозге нету ни одного места, в котором бы хранилось конкретное воспоминание. Вам можно вырезать часть мозга, но воспоминания у вас вырезать невозможно. Ну, если много вырезать, то, конечно, мало чего вспомните, но уже по другим причинам. Вот. Механизмы памяти совершенно другие, не такие, как мы думали раньше, да, это клетки гиппокампа, которые помнят о том, что вы должны помнить. И каждый раз, когда вы что-то вспоминаете, у вас активизируется клеточка, которая говорит, а что вы сегодня думаете про вашу первую любовь? И у вас, значит, масса всяких разных, и в зависимости от настроения, состояния и так далее, вы думаете, как это было прекрасно, или вы думаете, что это было за идиотия, да, и от контекста, так сказать, будут зависеть краски и обстоятельства этого дела. Вот, поэтому мы сейчас отказываемся, вот раньше память, например, делили на рабочую память, да, на долговременную память и так далее. Ну, выяснилось, что вообще это рабочая память, это просто окно сознание, а не рабочая память. Вот, выяснилось, что долговременная память, она вся ложная, потому что это только память о памяти и так далее. И вот эти все открытия, которые происходили, я участь их отписываю в книге «Красная таблетка», они нас заставляют пересмотреть, собственно говоря, даже внимание. Раньше мы предполагали, что есть там некие центры, которые отвечают за внимание, и их искали. Кстати, таким образом была открыта дефолт-система мозга, потому что пытались найти центры, которые отвечают за концентрацию внимания. Выяснилось, что никаких центров нет за концентрацию внимания ответственных, а есть режим работы, в котором активизируются определенные участки совместно, и они как бы друг с другом создают некий ритм, который создает ваше внимание. И это не то же самое, что думать, что есть какая-то локализация. Поэтому по первому вопросу я бы предложил просто сначала читать, потом дискутировать. А то, что касается терминологии, которую вы используете, она хорошо себя зарекомендовала в прошлом, но в нынешнем мы должны полностью это дело реконструировать. И это не мое мнение, это вся нейрофизиологическая наука сейчас этим занята и, в общем, успешно в этом направлении двигается. Спасибо. Нет, микрофон уже перекочевал, у него своя жизнь. Скажите, пожалуйста, вы верите в Бога? Значит, ну, я вам точно скажу, что я не верю, потому что что такое, вот я не понимаю, вера. Вот я верю в этот микрофон или нет? Ну, вот я его, что-то с ним могу поделать. Да? Что это такое? А вы знаете, как он с вами разговаривает? Какие, тут же волны, они тут входят, вот это откуда-то я еще звучу, представляете? Да? Значит, вообще все очень сложно, да? Я не понимаю, во что надо верить? Вот в волну, которую он производит, то, что он механическую форму имеет, вот и в мембрану, во что мне верить? Вот, ну, чтобы я просто понимал. Да вот. Нет, у нас есть номинации, которыми мы что-то называем. И есть куча вещей, которые можно номинировать божественным образом. Понимаете? Есть человек, приходит в церковь, встанет перед иконой и чувствует, что ему стало похорошело. Да? Значит, ну, он может это номинировать, что у него случилось религиозное чувство и доказать таким образом, что Бог есть, ибо он снизошел с него в виде Духа Святого. Ну, там, так номинируется это. Нейрофизиолог, если положит этого человека вместе с иконой внутрь аппарата магнитно-резонансной томографии, скажет, ну, у него активизировались вот такие зоны мозга. Значит, и дальше мы будем строить модели, каждая, которая по-своему объясняет реальность. Я вам хочу сказать, что просто религиозная модель вообще не функциональна. Ну, то есть, вот она, кроме психотерапии для людей, переживающих кризис, а в Бога веруют именно в моменты, когда страшно, плохо, там, и так далее, и кроме успокоительной функции, фенозепам, это и Бог. Не работает. Я предпочитаю не верить во что-то, я предпочитаю иметь интеллектуальные модели, которые позволяют добиваться результата и требовать от реальности, чтобы она дала то, что мне нужно. Ну, вот, и фенозепам даже лучше, на мой взгляд, может подействовать, но я его не рекомендую, это плохой препарат. Я его ругаю. Спасибо. Вот очень сильно в глаза светит прожектор. Передайте, пожалуйста, микрофончик вот туда, там вот молодой человек давно уже, да, 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 вот молодому человеку передайте, пожалуйста. Он уже давно руку тянет, правее, чуть-чуть правее. Вот просто молодой человек уже очень давно хочет вопрос задать. Спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, на какой важный для себя вопрос вы сейчас ищите ответ? Ну, на самом деле, опять я вернусь, поскольку у меня в голове исключительно четвертая мировая война, вот, то у меня там есть несколько вопросов, они все останутся без ответа, ну вот, но я по крайней мере выскажу какие-то соображения. Значит, понимаете, в чем дело? значит, вот все же хотят, мы очень хотим искусственный интеллект. Вы этого не знаете, но вы все хотите. Вы когда набираете в карте маршрут, вы же хотите, чтобы вам хороший маршрут подобрали, да, без пробочек там подсказали, сколько времени будете ехать там и так далее. Хочется так, чтобы они подошли к холодильнику, они говорят, испортились продукты, идти не ешь, а то стоишь, думаешь, это испортилось, не испортилось, непонятно. Вот. Они, кстати, уже разработали там этот, как его, у нас, по-моему, 50 оттенков мы можем вкусовых всего, обонятельных, а у них уже 2000. Они, кстати, будут как четко определять, провоняла наша с вами еда или нет. Умные холодильники. И мы вот ждем такого облегчения жизни. Вот. А я все думаю про это, но вот нам начнут ее облегчать. Куча проблем вникает. Во-первых, непонятно, куда деть время. Это огромная проблема. Второе. Как поддержать социальные связи, без которых, как говорил в свое время еще этологи, основатели этологи, да, один шимпанзе, не шимпанзе, да, что же о людей, о людях говорить. Вот. Значит, а мы потеряем необходимые в других людях, потому что вообще другие люди нам нужны по делу. Так бы вы с ними не имели дела, но они вам нужны там. От того, чтобы они вас погладили, заканчивая тем, чтобы они вам что-нибудь приготовили или что-то, ну, как бы, или сказали вам, объяснили там, сексом с вами позанимались. Ну, у вас с ними какие-то конкретные есть идеи-то, чтобы про людей-то, да? Обсетив, ничего их не надо. Сейчас уже сделали, можно сексом заниматься с идеальными половыми партнерами в Южной Корее. Одеваете специальное такое устройство на весь организм и в 3D-очки и все, и счастье в полные штаны. Я вам серьезно говорю. Да? Вот. Зачем другие люди? Итак, значит, нам нечего делать, потому что за нас все делают. Второе. Другие люди нам не нужны, и мы, а они же, слушайте, они вредные, они тяжелые, все эти другие. Их надо учитывать, их мнение. Да? А я-то личность. У меня, сама я себе все знаю. Вот. Да. Короче говоря, понимаете, значит, делать нечего, с людьми делать нечего. Огромное количество развлекательного контента. Да? С другой стороны, а на что все купить? Ну, надо же будет купить этот умный холодильник, 3D-принтер, который будет все печатать, включая внутренние органы, еду там и так далее. Такие будут 3D-принтеры. Вот. Надо тоже за что-то купить, а работать кем? Вопрос. И дальше возникает вопрос, что вообще станет с человеком, которого поместят в принципиально другие условия существования. Когда он будет асоциален, когда он не будет находиться в необходимости что-либо делать, а я вам должен сказать, что я как психотерапевт в анамнезе, знаю, что если у человека нет проблем настоящих, он себе придумает невротические. Вот. И вот что вот делать со всей этой петрушкой, с учетом идущего на нас благоденствия, которое может всех нас оставить без паков, потому что мы будем не нужны никому. Мы часто уже в Америке в производственном секторе заняты около 10% населения, а 85% занимаются в сфере услуг. То есть они друг друга развлекают. Понимаете, там 10% что-то пытаются еще поделать, а другие типа ну у них еще есть деньги, они их там напечатали. А что дальше будет? Вот это вопросы. Ну вот. Поэтому я вот беспокоюсь за человека и я беспокоюсь за человечество. Поэтому книга называется «Четвертая мировая война». Есть шансы не выиграть, сказал он с улыбкой. А это очень увлекательно, я должен сказать. Оптимистичнейший финал вашего монолога. Еще один, пожалуйста, вопрос и два вопроса. Можно здесь два? А, здесь два. Давайте тогда молодому человеку слово дадим. В продолжение можно поговорить про злую старушку эволюцию. Не является ли мышление ошибкой эволюции или тупиковым путем, потому что видно, что человечество такую тенденцию видно, что своей смертью не помрет. То есть оно будет виновата в своей смерти и виной этому будет мышление, как вы думаете. И можно ли что-то изменить в нашем мышлении, чтобы этого не случилось? Я вам должен сказать, что во-первых, давайте тоже вот я говорю про языковое мышление. Значит, вот представляете, мы берем IQ-тест и адаптируем его для людей, которые в племени, в Амазонии живут и умудряются выживать. у них три-пять слов на друг друга, понимаете, вот это все, они большой, серьезной литературы не читали, Достоевский, Толстой прошли мимо них, Дарвин с Эйнштейном вообще просто в принципе такого нету, они вот с луком, стрелами и так далее, но мы адаптируем IQ-тест, а это набор интеллектуальных задачек, на том образном языке, которым они пользуются. А потом берем наших выпускников Гарварда и тоже даем им решать этот интеллектуальный тест, ну их собственный. Как вы думаете, кто выиграет в этом соревновании? Да, люди из плен не выиграют, потому что жить в этом отду, в котором они живут, надо куда больше мышления иметь, чем в Гарварде учиться. Но в Гарварде там, конечно, тяжелое, там все дедовщина, много занятий и так далее. Но поверьте, по сравнению с реальным выживанием в дикой природе, это так себе. Вот. Поэтому, значит, вы про мышление не думайте, что это какая-то. Это мышление, дальше случилась культура, которая пришла и нам нарисовала окружающий мир определенным образом. Мы сейчас с вами сидим вот здесь вот, нарядные такие, красивые там и так далее, да, там условно говорят, представьте, что сюда приезжают люди, которые через 20 лет будут жить. Таких комбинезонных этих. Серебристых, да. Серебристых, Они сказали, ну что за лохобанство, да, а мы приедем куда-нибудь тоже в какое-нибудь время, подумаем, боже, как они в этом ходят. Культура, это просто вот мы напридумывали кучу всяких историй про самих себя, как нужно выглядеть, что нужно там, то есть пятое, десятое. И мы думаем, что это какой-то эволюции имеет к этому отношение. Это артефакт. Просто то, что мы стали языком номинировать вот это все и изобретать то такую культуру, то сякую. Понимаете, при коммунизме жили, там все такое было. Потом раз убрали все, по-другому все. Мы можем передумать, пересмыслить. Какое отношение к этому имеет эволюция? Никакого. Это просто с нами культурный артефакт. Мы просто когда живем в этом мире, мы считаем, что он есть правильный. Но они всегда так жили. И всегда им казалось, что он правильный. На смене эпох возникают вопросы одни к другим. А потом все снова адаптируются и функционируют дальше. Поэтому не надо связывать мышление вот это наше интеллектуальное, то, что мы словесное, с мышлением как мозга. Мозг думает хорошо, замечательно. Он научился выживать голая обезьяна, голая, без когтей, без зубов. Умудрилась выживать в джунглях диких. Это очень надо много мозгов. Надо мышление мощное. А потом эта обезьяна придумала, что она будет юбки носить, танцы танцевать и так далее. И все пошло, но это не эволюция уже. Просто ей так артефакт такой, понимаете, культурный случился. Не путайте эволюцию и вот то, что мы с вами городим. Это два разных просто процесса. Мышление хорошая штука. Спасибо. У меня до сих пор в голове вертится мысль, как можно было бы эволюцию назвать мужским каким-нибудь словом. Так понимаете, знаете, почему вам сложное мужским словом назвать? Почему? Ну вот она же порождает, она же создает. Я сейчас вообще об этом не думал. Такое чистое женское действие. Согласен. Согласен. Пожалуйста, еще один вопрос. А вы от Борича. Но вы меня даже понимаете. Это серьезно. Еще один вопрос оффлайн и один вопрос из трансляции. Да, прошу. Спасибо за возможность вопрос задать. Я тоже думаю о четвертой мировой. Я здесь. Не кажется ли вам, что тенденция уже сформировалась и то, что мы развиваем мышление, то, что мы создаем более сложные интеллектуальные объекты, только подталкивает нас к этому. Мы более умные, создадим еще более умные машины и таки все случится. Вопрос такой. Это гонка или мы пытаемся свернуть? Ну, мне кажется, что мы заложники своей инстинктивной биологии. Мы с вами эгоистичны, нам хочется безопасности, нам хочется быть первыми и так далее, и так далее. И, конечно, люди, у которых есть интеллектуальный ресурс, они используют его, чтобы стать самыми богатыми, самыми влиятельными. Вот. И они, конечно, не думают про... Понимаете, вот эта ирония, понимаете, вот Билл Гейтс, да, борется с малярией. Самый богатый был человек в мире. Ну, малярия плохая болезнь, надо бороться, в Африке люди страдают, конечно, да. Ну, вот, но то, что все, как бы сказать, в информационной псевдодебильности и так далее, его не волнует. понимаете, потому что надо тогда отключить Майкрософт и тогда не на что изображать из себя борца с малярией. Понимаете, поэтому мы сейчас оказались, конечно, вот в этом как бы замкнутом круге. мы думаем, что социальная ответственность богатых людей, она состоит в том, чтобы помогать бедным. Вот, на самом деле социальная ответственность состоятельных людей, прямая обязанность властных людей сохраняет людей, способных к самостоятельной интеллектуальной деятельности, а не зависимыми от, вот, в общем, всего этого информационного безобразия, в котором мы находимся. Поэтому мы заложники природы, и мы будем соревноваться, самые умные будут завоевывать вершины и использовать инструменты для того, чтобы остальные до них не добрались. А не кажется ли вам, что тогда может случиться немножко другая эпопея, когда человек станет всемогущим, какой-то один конкретный? Да, такой риск есть. И тогда будет одна же победа, но толку никакого. Да, они даже уже разрабатывают такие проекты, значит, создание, можно же создать независимое государство. Значит, вы его насыпите просто в море, в нейтральных водах, вот, и сделаете город. И этот город будет никому не подотчетен. Вот. И если вы компания Google-Microsoft-Apple и Facebook, и вы так решили создать такой город, да, но после этого, если вы думаете, что им надо бояться, что на вас нападут, не бойтесь, вы им просто отрубите все, чем ракеты запускают. Понимаете, если кто-то захочет с этим денег вас каких-то лишить, вы их просто выключите, там, они же электрические все деньги, вы их обанкротите. Вот. И в целом, если это компания милых людей, Гейтс, этот, как его, Брин, Спейджин, Цукерберг, и, в общем, эта группа, в общем, очень ограниченных, ну, там, Амазон, соответственно, да, еще, ну, там, есть гиганты, ну, вот, они захотят, так сказать, вот это все изменить миропорядок, то в целом это будет произведено, щелчком пальцев. Вот. И, к сожалению, мы будем сейчас заложниками этих, этих вещей. Ну, вот, то, что наше поведение управляется сейчас уже всеми цифровыми этими технологиями и так далее. Вот. Но непонятно, это мы находимся в развилке. Вот, если говорить про такую опцию, она есть. Я вот технически вам рассказываю. А Маск еще сделает, ну, такая есть ракета, который из Америки в Австралию собирается летать, он придумал. И он будет туда летать. К аборигенам. К аборигенам. Спасибо большое. Спасибо. Можно микрофончик, пожалуйста, сюда вернуть. И мы, к сожалению, уже немножко взбиваемся из нашего плотного графика. финальный вопрос из… Из инстаграма? Из инстаграма. Андрей Владимирович, передайте привет. Нас смотрит больше 350 человек вне… Кому я передаю? Всем привет. Что нужно учитывать, определяя цели в жизни? Как найти желание на стыке культуры и потребности? Что надо учитывать? Что нужно учитывать, определяя цели в жизни? Как найти желание на стыке культуры и потребности? Ну, я вам так скажу. Значит, сейчас проблемы с целями в жизни у всех по следующим причинам. Во-первых, мы не понимаем, каким будет будущее, и мы его не можем себе представить, и в связи с этим очень трудно определить, что будет в них целью и что будет в этом важно. Вот. Поэтому мы просто не можем прогнозировать будущее, и поэтому с целями проблемы. Второе. У нас нету такой естественной здоровой конкуренции, которая всегда была между приматами, мы и приматы, и у нас была долгая конкуренция. Вот. Хорошая, естественная такая, бойкая. Вот. И были цели всегда нагреть другого примата. Значит, поэтому все хотели всеми важными способами, хоть культурными, да, моя выставка проходит в русском музее. нагрел, нагрел, да, вроде культурный человек, да, нагрел. Вот. Да. И мы все время были в этой конкуренции. Сейчас вся эта конкуренция пропала. Вот. Больше нету конкуренции за власть в прежнем режиме, понимаете, нету конкуренции за какую-то за славу, потому что уже нету общей славы. Понимаете, вы можете быть подписчиком, у вас в Инстаграме, в Инстаграме как YouTube, YouTube, блогер есть, 2 миллиона, звезда, да, никто тебя не знает. Ну, 2 миллиона знает, все остальные вообще не понимают, кто ты такой, да, ну вот. И уже все поняли, что Мерлин Монро больше быть нельзя, Гагарином быть нельзя, понимаете, можно только на 2 миллиона, ну, на 8, но 10 и стоп, и то не у нас, да. Бузова есть, у нее сколько? Не будем об этом говорить. Да, у нее вот это, да, вот, но это я шучу, да, но вот смысл состоит в том, что у нас эта конкуренция вся пропала. И вот это 2 причины. Будущее не нарисовать, а ради чего куда-то рвать когти, тоже непонятно. Вот, поэтому, то, о чем я говорю, это называется производство экзистенции. Раньше, знаете, было, из-за того, что мы приматы находились в конкуренции, и будущее рисовали, и боялись, из-за него бились, и так далее, мы все время демонстрировали внутренний, эмоциональный драйв, который мистифицировался и назывался экзистенцией, что вот, ну, сначала душа была, потом душу отменили, назвали экзистенцией, и вот это внутреннее. Сейчас понятно, что экзистенции тоже нету, все, эртикулярная формация, и привет. Вот, и единственное, что мы можем, мы можем производить экзистенцию, мы можем производить сложность, и получать от нее удовольствие. Вы знаете, когда вы общаетесь с человеком, и вам хочется с ним говорить дальше и дальше, он ставит вам вопросы, которым вам интересно, на которыми думать, которому вы задаете вопросы, и вам интересно слушать, что он отвечает. Давно такие разговоры были в вашей жизни. У вас счастливая жизнь. Понимаете? И вот, ну, для этого мы должны думать сложно, мы должны быть сложными. И эту сложность надо производить самими и своими силами. И это главная цель, это главная цель, которую надо иметь в виду. Вот, все. Спасибо большое. Спасибо большое. Традиционный момент, мы все время говорим про стык культур, сейчас мы находимся на стыке сезонов, из лета в осень. В связи с этим, какое-нибудь осеннее пожелание гостям сегодняшнего вечера. Ничего себе лирику загнул. Осеннее пожелание. Можно летнее. Можно летнее. Ладно. В общем, ума вам. Палату. Спасибо большое. Сейчас, друзья, Андрей Владимирович Курпатов сегодня в гостях в Доме книги. И вот сейчас начинается тот самый момент. Небольшая автограф-сессия. Всем спасибо большое за участие. Продолжение следует... Продолжение следует...